МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эфир Абхазского телевидения продолжается. Вы смотрите информационный выпуск Амшикшара. Здравствуйте. Пострадавшие от пожара в 2-й Сухумской школе полным ходом идут ремонтно-восстановительные работы. За это время здесь делано немало. Демонтирована пострадавшая при пожаре кровля и ее основные конструкции. Сейчас строители приступили к бетонированию монолитных перекрытий и укладке металлочерепицы. Как отмечают специалисты, строительство идет согласно графику. И уже к концу июня они приступят к отделочным работам. В данный момент производим монолитное перекрытие и выполняем работы по кровле. Старое перекрытие было выполнено из двутавровых балок. От жары и от огня их повело. Пришлось демонтировать все перекрытие. Заливаем новое монолитное. Конструктора опытные ребята. Экспертиза проверила. Все в порядке. Конструктив у нас прочный. В ближайшем будущем будут выполняться электромонтажные работы, сантехнические и отделочные работы. Сейчас закончим архитектурную часть. Монолитное перекрытие. Сделаем кровлю и приступаем. Полным ходом работаем. Сотрудники МЧС Абхазии совершили пробный морской рейс из Сухума в Сочи. Впервые за последние 27 лет спасательный катер из Абхазии пересек морскую границу республики. По словам руководства Министерства по чрезвычайным ситуациям, Целью данного рейса была отработка механизмов и согласование с различными ведомствами процедуры пересечения российско-абхазской границы в случае возникновения чрезвычайной ситуации, а также обеспечение транспортировки пострадавших при чрезвычайной ситуации в лечебные учреждения России морским путем. Режим упрощенного пересечения границы между Абхазией и Российской Федерацией при возникновении ЧАЭС предусмотрен межправительственным соглашением от 2011 года. 16 июня в 9 часов 8 минут сотрудники Медицинского управления Министерства по чрезвычайным ситуациям Абхазии на вертолете Ми-2 совершили экстренный вылет в Кадурское ущелье. Требовалась срочная доставка в Сухом гражданина Ашуба с острым приступом ишалгией, сильными болями в позвоночнике. На протяжении всего времени полета состояние больного контролировалось медперсоналом МЧС. Больного доставили в республиканскую больницу. Боль купировали. Проводится курс лечения. Более года как в Сухоме функционирует Центр по обучению сварочному производству, который открыт в рамках соглашения заключенного еще в 2014 году между правительством Абхазии и Национальным российским агентством контроля сварки. И вот в торжественной обстановке первым выпускникам учебного центра под названием «Сварка Абхазии» были вручены свидетельство о полученной профессии. Репортаж Гугу Цивардане. Репортаж Гугу Цивардан. Учебный центр был открыт в мае 2018 года. Следует отметить, что большую поддержку в реализации данного образовательного проекта оказал директор Абхазского морского пароходства Даур Артенба. Подготовка кадров в области сварочного производства, а также квалифицированных специалистов среднего звена по различным направлениям актуальный вопрос в нашей стране, говорит генеральный директор Центра сварки Абхазии Александр Небадзе. Кадров в Абхазии после войны мало, нету, но, скажем, сварщиков вообще нету, аттестованных тоже нету. Это у нас будут первые аттестованные сварщики, которых можно назвать сварщиками, а так, в принципе. Но над этим надо работать, надо систему контроля сварки внедрить в Абхазию, и каждое сварное соединение проверять, чтобы было надежно потом все это работало. И думаю, что вот такие школы надо создать в разных направлениях, чтобы Абхазия была обеспечена своими собственными специалистами. В течение года в многофункциональном центре по сварочному производству в специально оборудованных помещениях проводились стационарные занятия. Это 252 часа теории и практики. Первая группа в составе четырех человек прошла подготовку по программе профессионального обучения сварщик ручной дуговой сварки. Занятия проводили приглашенные специалисты из Санкт-Петербурга. Занятия у нас проходили в двух видах. Первый вариант – это когда мы приезжали непосредственно на место, на площадку, беседовали с людьми, рассказывали теорию, преподавали им различные темы по сварке, и разговаривали с ними, получали ответы на свои вопросы и давали ответы на их вопросы. Второй вариант – это дистанционное обучение. Когда с помощью интернета, с помощью компьютера в формате вебинара мы точно так же проводили занятия, и в том числе и контрольные какие-то занятия проводили, и они сдавали экзамены нам даже в формате вебинара. На решение повышения квалификации практической работы сварщиков мы прислали сюда инструкторов. Сюда приезжали три инструктора, так называемые носители профессий, самых лучших инструкторов из Петербурга, которые резко изменили технику сварки и профессиональность сварщиков. Всем успешно прошедшим курс обучения в многофункциональном центре сварка Абхазии были выданы свидетельства специалистов в области сварочного производства на двух языках – абхазском и русском. Кроме того, в соответствии с полученной квалификацией им были присвоены разряды. Я пришел сюда, ну, в принципе, так чуть-чуть умел, так в основном, считай, не умел ничего. Здесь вот большие навыки получил сварщика. Очень приятно было с ними поработать здесь и научиться. С 26 июня по 3 июля представители Российского национального агентства контроля сварки проведут семинар в городе Петсунда с участием около 300 сварщиков. На семинаре будут обсуждены вопросы создания новых учебных заведений по другим направлениям профессиональной подготовки специалистов среднего звена. В Рио-де-Жанейро завершил свою работу 11-й Всемирный конгресс торговых палат, в котором принимала официальное участие делегация Торговой промышленной палаты Республики Абхазия во главе с президентом Тамиломир Схулава. В конгрессе участвовали 1200 представителей из 100 стран мира, тысячи из которых являлись делегатами, а 80 – спикерами. Эстафета по проведению 12-го конгресса торговых палат официально передана Дубайской ТПП, проведение которой запланировано на февраль 2021 года в городе Дубае в Объединенных Арабских Эмиратах. Всемирный конгресс торговых палат организуется с 1999 года с периодичностью раз в два года. В рамках мероприятия проводятся дискуссии и свободный обмен мнениями, организуются конкурсы проектов, которые палаты представляют на суд жюри. 13 июля в Сухуме на столичном стадионе «Динамо» состоится международный турнир по профессиональному боксу под названием «Кубок государства Республики Абхазия». Организует спортивное мероприятие Федерация профессионального бокса Абхазии при поддержке президента Рауля Хаджимба. Саид Джарсали расскажет подробности. Вот уже более месяца, как абхазские боксеры, которые будут представлять на международном турнире «Нашу страну», проводят усиленные тренировки в зале Республиканской детско-юношеской спортивной школы бокса борьбы и тяжелой атлетики. В турнире, который пройдет в Сухуме, примут участие боксеры из Российской Федерации, стран СНГ и Европы. В рамках вечера профессионального бокса пройдут более 12 поединков, в котором будут разыграны два титульных пояса и кубок турнира. Весовые категории разные, от 57 килограмм и супертяжелым весом. Будут очень зрелищные бои, потому что все настроены хорошо. Многие сейчас подготовку ведут в разных городах и странах наши боксеры. Несколько человек здесь подготавливаемся, буквально на днях поднимаемся на Аватхару, на тренировочный сбор. Где-то за неделю, наверное, до основных соревнований они все приедут сюда. И здесь уже будет как раз адаптация, и 13 числа мы будем выходить на ринг. Федерация профессионального бокса Абхазии проводит международный турнир совместно с компанией Абхаз Боксинг Промоушен. Как признаются организаторы, задумка о проведении подобного вечера бокса в нашей стране была давно. Такого рода турнир в Абхазии у нас впервые. В 2017 году мы проводили профессиональный турнир, но масштаб чуть-чуть был другой. Сегодня масштабы уже мы наращиваем, они побольше. Этот турнир мы готовим уже с 2017 года. К сожалению, у нас до этого времени не было возможности его провести. Сейчас такая возможность появилась. Благодаря руководству нашему они нас поддержали. Такое грандиозное событие для Абхазии. Я хочу, чтобы весь наш народ и гости нашей республики пришли поддержать наших ребят, боксеров. Потому что соперники будут с разных стран. Это поддержка нашего, как говорится, народа необходима нашим ребятам. Поэтому приходите, поддержите. Среди абхазских боксеров, которые представляют нашу республику на турнире, есть и дебютанты, которые, будучи боксерами любительского уровня, уже завоевывали множество наград как на соревнованиях в республике, так и за ее пределами. Около шести лет занимаюсь боксом. Мы выезжали в Россию. Очень много турниров посещали. Около 170-180 боев я провел в любительском боксе. Сейчас вот будет профессиональный бой у меня. Я тренируюсь. Идет очень хорошая подготовка. Настрой только к победе. Первые любительские бои в 2001-м я провел. С тех пор занимаюсь любительским боксом. И вот предоставилась возможность выйти на профессиональный ринг и провести свой первый профессиональный бой. Буду выступать в весовой категории до 76 килограмм. Это очень серьезная весовая категория. Очень много конкурентов в этом весе. Ну, надеемся на хорошие успехи. Все любители бокса, приходите на стадион «Динамо» 13 июля. Поддержите нашу команду. Будем ждать. Нам очень нужна ваша поддержка. 12 июля в рамках мероприятия состоится торжественное взвешивание и представление всех спортсменов-участников международного турнира на Кубок Государства Республики Абхазия. Сейдж Арсаля, Тамас Чиковани, Абхазское телевидение. 30 июня в Москве пройдет открытый праздник абхазской культуры. Второй фестиваль Абсне сообщается на официальном сайте Московской абхазской диаспоры. На фестивале будут представлены тематические павильоны, которые покажут быт, культуру и традиции абхазов. На ярмарке можно будет приобрести продукцию абхазских производителей – аджику, мед, джемы, сладости, сувениры, керамическую посуду. А у гостей будет возможность попробовать традиционные блюда абхазской кухни и абхазские вина. Кроме того, в парке Красная Пресня, в котором пройдет фестиваль, будет воссоздана Сухумская набережная, где все желающие смогут выпить ароматный кофе и приобрести картины абхазских художников. На фестивале также будет разыграно несколько путевок в Абхазию. А сейчас о погоде. По сообщению гидромедцентра в Абхазии ожидается переменная облачность. Вестами возможен кратковременно слабый дождь, туман. Температура воздуха ночью плюс 19-24, днем 26-31. Температура маски воды 24 градуса. И на этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго. Викинг из Фрагеслева возможно был как-то связан с величайшим воином Викинга. Продолжение следует...